Здравствуйте! В эфире телеканал ЖИТСУ Новости. В студии Ахундузна Мухаммедова и сурдопереводчика Игорь Стамбекова. Глава государства Касамжумар Тукаев на открытии первой сессии парламента 8-го созыва предложил упростить и усовершенствовать квалификационный тест для учителей, отметив при этом, что требования к преподавателям должны оставаться высокими. Президент считает, что нужно предпринять действенные меры для повышения уровня подготовки педагогов. О том, как обстоят дела в данной сфере, в области ЖИТСУ смотрим в сюжете. В образовательном процессе ключевой фигурой является учитель. Именно он формирует будущее страны. Будет ли оно развитым, научным, свободным, зависит от того, какой фундамент знаний и нравственных устоев закладывается в умах молодого поколения. На сегодняшний день нехватка квалифицированных педагогов является актуальной проблемой общества. В целом регион нуждается в 160 учителях. Особо острый дефицит кадров ощущается в Панфиловском, Алакольском и Ескельдинском районах. Нет специалистов по математике, физике, русскому и английскому языкам. Не хватает и учителей начальных классов. Для решения вопроса с нехваткой квалифицированных кадров в сфере образования с 2017 года областным бюджетом выделяются гранты. На сегодняшний день уже видны значительные результаты. Первый поток выпускников окончил обучение в 2021-2022 годах. 15 человек из 100 уже трудоустроены в школы региона. В области ЖТСУ насчитывается 339 образовательных учреждений. В них работают более 15 тысяч педагогов. На сегодняшний день 85% прошли аттестацию нового формата и получили квалифицированные категории. Педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-мастер и педагог-исследователь. В этом году заявки на прохождение аттестации подали около 5,5 тысяч специалистов сферы образования. В этом году аттестация проводится в новом формате. На сегодняшний день, согласно решению экспертных советов разного уровня, 98% педагогов направлены на следующий этап повышения квалификации, такое как тестирование, итоги которого позволят получить дополнительную надбавку к зарплате от 30 до 100%. IT-школа лицей номер 28 – флагман образования. И это благодаря высокой квалификации педагогов. 83% выпускников учебного заведения стали обладателями государственных грантов. По словам директора, такие успешные показатели – результат труда и уровня знаний учителей. На сегодняшний день в школе обучается около 2000 детей. Качество образования – 72%. Как вы все знаете, учителя, которые прошли аттестацию, все они подтвердили свои знания. Таким образом, наши педагоги доказали свою высокую квалификацию. Также отмечу, что 80% из 143 педагогов – модераторов нашей школы – прошли тест и получили высокий балл. В своей речи президент Касым Жумар Тукаев подчеркнул, что главное богатство Казахстана – это люди. А уровень их образованности и компетентности является ключевой движущей силой прогресса. В данное время огромные силы уделяются на то, чтобы поднять статус и уровень престижа профессии педагог. Ведь только они через призму видят интеллект ребенка, как плодородное поле. Чистота – залог здоровья. Сегодня в заброшенной станции юных натуралистов города Талдыкурган прошел массовый городской субботник. В генеральной уборке участвовали КАЗ «Экопатруль», городской отдел ЖКХ и волонтеры. Подробнее в следующем материале. Во времена открытия более 40 лет назад станция юных натуралистов была одним из самых красивых мест города. Здесь цвели и благоухали яблоневые деревья. Радовала глаз прекрасная оранжерея. А множество цветов украшали парк. Сейчас же эта оазис красоты утопает в унынии и заброшенном состоянии. Администрация города совместно с городским отделом ЖКХ и волонтерами проводят работы по очистке местности в целях вернуть ему первозданный вид. Возражаем идею создания городских своих питомников, чтобы они были государственные, как раньше это было в советское время. В субботнике приняли участие около 100 активистов и сотрудники городского отделения Республиканского общественного объединения КАЗ «Экопатруль», а также задействовано 7 единиц техники. В результате было расчищено 3 гектара земли и собрано более 25 кубометров мусора. Отметим, что в ближайшее время начнутся работы по реконструкции станции юных натуралистов. На это из местного бюджета предусмотрено 175 миллионов тенге. На данный момент в первую очередь планируется вернуть городской питомник и провести тут ремонт. Сегодня совместно с активистами «Экопатруля» организовали субботник, чтобы убрать весь музор на территории. Так мы проведем ремонтные работы по восстановлению трёх теплиц. По словам специалистов, в середине мая в станции начнутся строительные работы. Будет высажено несколько деревьев, а также цветов. Кроме того, запланировано строительство трёх теплиц. Руки, дарующие жизнь. Известный казахстанский хирург провёл три бесплатные операции детям из области ЖТСУ. Доктор медицинских наук с 40-летним стажем Нурлан Арен приехал в город Талдукурган, чтобы на благотворительной основе прооперировать малышей в возрасте от 1 до 10 лет с различными тяжёлыми диагнозами. Наша съёмочная группа встретилась с мамочками этих деток и даже побывала в операционном блоке. Самому маленькому пациенту чуть больше года. Со слов его мамы, оселя с Харкуза страшный диагноз. Пищевое отверстие обнаружили в феврале этого года. Но симптомы и ухудшение здоровья наблюдались уже с младенческого возраста. Много плакал, не прибавлял в весе и постоянно срыгивал. Это очень редкий случай заболевания и опасный для развития детского организма, говорят специалисты. Я даже побоялась раньше, как это будет, что будет. Но сейчас он пришёл, всё объяснил. И чуть-чуть полегче стало, что это коксикцин. Врач доверенный. Доверенный. Вот эта болезнь у нас редкий случай, но думаю, это всё хорошо пройдёт. Надеемся. Спасибо врачу, что приехал и возьмётся за такую операцию. Сын быстро поправится. На эти осень надеюсь. На чудо и умелые руки известного хирурга Нурлана Арына верит и мама Данислама Аяулам Асимбекказа. У четырёхлетнего мальчика камни в почках. Патологию обнаружили, когда малышу было два года. За это время заболевание обострилось. И операция на сегодня – это единственное решение, чтобы избавиться от недуга. Три дня нас готовили, капельницы ставили, анализы все повторно брали. Даже не ожидала, что у детей вообще возможно, что камень в почках. Редко же такое услышишь. Тем более, два годика. Будем надеяться, что пройдёт хорошо. Нурлана Арын – хирург общей практики. Уже много раз приезжал в ЖТСУ, чтобы провести экстренные операции и поделиться опытом со своими коллегами. Ведь стаж профессора в хирургии составляет без малого 40 лет. В общей сложности на его счету свыше 25 тысяч успешно проведённых операций, из которых полторы тысячи он сделал на безвозмездной основе. Что касается случаев талдукурганских пациентов, то лёгкими их назвать было нельзя. Оно планируется в этот раз нас оперировать трёх пациентов. Такие все непростые пациенты. Одна операция сложная с попыткой сохранения почки ребёнка маленькому на почке. Там громадный камень, его уже эндоскопически не удалить, дробление не поддаётся. Вторая операция планируется ребёнку с тяжёлым пороком. Ребёнок практически, сейчас ему чуть больше годика, у него весь желудок и часть толстой кишки расположены в плевральной полости справа. Надо оттуда всё это вытащить, аккуратно выложить, разложить и так далее. Опять-таки принцип операции с сохранением органов, не даже частичного удаления непроизводия. Это очень важно для маленького растущего организма. И третий пациент, это вот такой сложный пациент с заболеванием лёгких и печени одновременно. И вот у нас план стоит, что возможно будет коррекция такая одномоментная на двух очень важных органах. Каждая из трёх операций длилась от одного до двух с половиной часов. Волшебные руки талантливого хирурга в очередной раз творят чудо. Впереди реабилитация, выздоровление и возвращение к нормальной жизни у ребят. Стоит отметить, в этом году хирургическая медицинская помощь детям оказывается в рамках трестилетия со дня основания школы-лицея номер 24 имени Мухтара Арына, отца известного хирурга Нурлана Арына. Ныряющие под водой птицу заметили на новой набережной Валматы. Её снял местный фотограф Дмитрий Доценко. Бурая оляпка или водяной воробей умеет нырять и может находиться под водой целую минуту. Птицы этого вида обитают в основном близ горных рек и добывают себе пропитание исключительно под водой. Фотограф целенаправленно искал оляпку и отметил, что ради одного снимка поджидал птицу на набережной два дня. Хирурги Козеларды провели сложную операцию ребенку, родившемуся с диагнозом гастрошизис. Это врожденный дефект передней брюшной стенки, при котором внутренние органы находятся снаружи. Редкая патология встречается у одного из десятки тысяч детей. Из-за низкого процента выживаемости чаще всего такую беременность рекомендуют прерывать. Однако мама маленького пациента Назам Абдимахан решила доверить жизнь своего ребенка врачам. Операция длилась больше двух часов и прошла успешно. После длительной реабилитации маму с новорожденным выписали. Испанская спортсменка Беатрис Фламине побила мировой рекорд. Проведя полтора года в пещере. Женщина находилась на глубине 70 метров в полном одиночестве. Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года с целью проверить свои физические и умственные силы. По завершении экспериментов Фламине встретили друзья и команда. Все это время за состоянием здоровья женщины при помощи видеокамер следили специалисты. Иду и питье ей также поставляли в пещеру удаленно. В городе Форт Лодердейл штата Флориды объявили чрезвычайное положение. Проливные дожди, начавшиеся в понедельник, вызвали наводнения. Общее количество осадков в Форт Лодердейле за последние дни превысило 600 мм. Масштабные наводнения привели к необходимости перекрывать дороги, закрывать школы и парализовывали работу аэропорта. Из-за непогоды отменили больше 400 рельсов. О пострадавших или погибших не сообщается. Мастер-класс по Кокпару и Байге проводит 80-летний Ахсакал из Казлардинской области. Между тем, наша соотечественница Елена Рыбакина принесла Казахстану победу над Польшей в матче Кубка Билли Джин Кинг. Мастер-класс по Кокпару и Байге проводит 80-летний Ахсакал из Казлардинской области. Колдаш Шамши воспитал не одно поколение наездников. Его ученики не раз становились победителями турниров по национальным видам конного спорта. Житель села Сулутубе полон сил и бодрости духа. В свои 80 лет Ахсакал лихо скачет на коне. Мастерству верховой езды и тонкостям национальной игры Кокпар обучают теперь уже правнуков. Со своими учениками Кокпары сделятся секретами мастерства. Местная команда регулярно принимает участие в соревнованиях, в том числе и областного масштаба. Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, обыграла польку Веронику, фольковскую на кубке Билли Джин Кинг. Рыбакина выиграла со счетом 6-3, 6-4. Встреча длилась 1 час и 26 минут. В ее ходе Елена сделала 4 эйса и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница отыграла без двойных ошибок, выполнив при этом одну подачу на вылет. Напомним, ранее Юлия Путинцева победила «Магну Линет». Таким образом, Казахстан ведет противостояние с Польшей со счетом 2-0. Победители квалифицируются в финальную часть чемпионата мира кубка Билли Джин Кинг. Автоматические участия на этом турнире себе гарантировали сборные из Австралии. Кондузер Муханбетова по материалам интернет-ресурсов. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖИЦУ и будьте в курсе событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова